Всем привет, с вами Козер. Сегодня я буду делать обзор на вот эту вот акварель, которую мне прислали MPM Art. Также я буду ею красить своего персонажа, синекожую эльфийку, которую я бы хотела еще нарисовать для челленджа Draw the Senior Style в честь 2000 подписчиков на ютубе. Спасибо всем, кто на меня подписывался и подписывается. В этом наборе 30 цветов. Это акварель Шинхан серия Professional. Также это является их middle сегментом. Про серией у Шинхана является акварель серии PVC или PVC. Мне удобнее говорить PVC, я как-то так привыкла. Конечно же, не всеми этими 30 цветами я пользовалась, но я их все выдавила на вот такую вот палитру. Кстати, это палитра от Pinox. Она дешевая, 150 что ли примерно рублей стоила около того. У меня есть проблема, она слишком гладкая и на ней все скатывается. Поэтому ей я пользовалась преимущественно для того, чтобы просто цвет брать. Именно как палитру ей пользоваться неудобно. У меня была похожая палитра, она тоже стоила в районе 100 рублей. Тут пластик более шуршавый, и я этой палитрой пользуюсь для гоши. Очень удобно, мне понравилось, поэтому я искала похожую. В итоге взяла вот такую, и я, конечно, не жалею, но она оказалась не такой удобной, к сожалению, да. Помимо того, что я хочу показать, какими цветами планирую сейчас рисовать, я еще и хочу рассказать, какие цвета мне, в принципе, понравились. И из всех 30 я могу отметить такое вот количество акварели, в районе 10, которыми я прям активно, наверное, можно сказать, пользовалась. Остальные цвета я редко к ним прибегала, но еще могу подметить, что некоторые коричневые я использовала, и скорее всего... И еще, кстати, охру, да. Но в основном вот эти вот цвета меня устроили. Они не все однопигментные, и хочу отметить, что, например, вот такого цвета, пикок, грин, у меня нет в основной палитре, и я бы его, наверное, даже добавила. Мне понравилось, как он выглядит. Он из двух пигментов состоит. Это PG7 и PB15. Также я думаю добавить веридиан. Насколько я помню, хью это имитации. И здесь у меня есть две имитации веридиана и цирулиума голубого. Так вот, веридиан я бы добавила в свою основную палитру, у меня нет веридиана в акварели. На самом деле, если говорить вот про этот цвет, про этот цирулиум, то я им пользовалась только для того, чтобы рисовать кожу этой эльфийки. А так больше я его не использовалась, честно. Поэтому вот сегодня именно им я буду пользоваться. А если говорить про кожу, то я люблю, в принципе, смеси обычно использовать, сразу готовые в тюбиках, которые можно было бы использовать как базу под светлую кожу. И здесь это белильный оттенок. Не скажу, что я довольна белильными оттенками, просто по одной причине. Я пользуюсь вот этим вот популярным цветом от Ван Гога. Nipple's Yellow Red, который можно как раз использовать как базу для кожи. И никакие белильные цвета рядом с ними не стояли, из тех, которыми я пользуюсь. Но так как я все-таки люблю сразу готовые смеси использовать во всех рисунках, где были какие-то оттенки кожи, не красные, а вот такие вот светло-бежевые, я использовала именно вот этот вот цвет. И, кстати, на самом деле, можно заметить, какой здесь у меня белый немножко грязный. Я иногда даже белилами использовалась в этой акварели. Я не из тех людей, кто брезгует белильными цветами, поэтому даже белилом нашла какое-то применение в какой-то момент. А еще не брезгую использовать оперу, которая выцветает, кстати, очень быстро. И вообще, в принципе, розовые цвета, они такие супер выцветающие. И я была вот, например, на маркете в Казани, у ярмарка. Она была на открытом небе, в шарах 33 градуса. И вот у подруги бумага цветная как раз розового оттенка выцвела. А я заметила, что на холстике, который я с собой брала с головой, как будто бы цвет тоже поменялся у розового оттенка. Но я точно вот не помню, что там было. Если продолжать про цвета, еще мне нравятся, в принципе, глубокие такие цеплячьи, темноватые желтые. Здесь я им не часто пользовалась, но я знаю, что мне именно вот такие вот оттенки примерно нравятся. Это желтый на P.Y. 83, и он даже однопигментный. Permanent Yellow Deep. Также, несмотря на то, что здесь чуть ли не три пигмента, сейчас проверю. Нет, их два, но этот вермиллион мне очень даже нравится. То есть это имитация вермиллиона из двух пигментов, но все равно он красивый достаточно. Однако, я не так часто пользуюсь красными, которые уходят в ружину. Также я не часто пользуюсь, на самом деле, красными, которые холодные. Я люблю нейтральные, а именно PR255, который называется Pyrrol Scarlett. Ну, на роль чисто красного, однопигментного я использовала цвет, который так и называется, красный на PR17. Не скажу, что я им часто пользовалась, но если мне нужен был какой-то базированный, я тянулась к нему. Также я не часто использовала рыжий, но мне нравится этот оранжевый. Он однопигментный и красивый достаточно. Если что, выкраска всех 30 цветов фигурировала в моем видосе с распаковкой посылки от MPM. И последний цвет из всех этих 10, которыми я в основном пользовалась, это Ultramarine. Я, в принципе, на самом деле, у Ultramarine меня, собственно, люблю пользоваться в последнее время в своей основной палитре, например. Но тут, именно для этой льфики, на штанишках я использовала Ultramarine однажды и, в принципе, в дальнейшем тоже пользуюсь для эффектов затемнения. И он еще прикольно. Гранулирует все-таки Ultramarine, как правило, гранулирует. Если говорить про выкраску, у меня сохранилась половина из того, что я делала в видосе с полной распаковкой посылки от MPM. И, если что, там можете посмотреть, как она полностью выглядит. А сейчас мы приступим к рисованию. И попутно я буду говорить про свойства этой акварели. Она все-таки отличается от той, которой я обычно пользуюсь. Еще попутно буду говорить о процессе, что я тут делаю. Я, как всегда, смачиваю весь лист широкой флейцевой кистью. Я, кстати, в Телеграме кидала ссылку именно на эту кисть. Она сейчас стоит, по-моему, 150 рублей или что-то такое. Она недорогая. Ну, может быть, уже и 200. Однако, хочу сказать, что на Алике вот такие вот кисти флейцы, в принципе, козу можно найти за дешевую и очень качественную. То есть, например, вот эта вот кисть. Я на нее тоже ссылку кидала в Телеграм-канале. Она у меня стала одной из любимых. Однако, скажем, я познакомил Олеевич. Но по качеству именно вот эта вот с Аликой мне больше нравится, чем у Олеевича кистью. Так, есть еще такой момент. Кожа моей эльфейки синяя, а вот на штанах я ультрамарин планировала использовать. И он будет конфликтовать с этим цирулиумом, если сразу их так нанести. Поэтому я попытаюсь сначала нежные разводы сделать, чтобы все было ненавязчиво. Потому что я использую хлопок от Малевича. Все-таки это среднего сегмента вроде как акварель. То есть бюджет или средний сегмент. И какую-то дорогую бумагу нелогично было бы использовать. Она бы могла еще и перекрасить всякие моменты непосредственно самой акварели. Однако я, в принципе, люблю Малевича и как на ней рисуется, на этом хлопке. Не считаю, что здесь может что-то пойти не так. Я уже достаточное время рисовала эту акварелью в своем скетчбуке от Max Goods. Там был хлопок от Bahonga. Некоторые рисунки можно посмотреть как раз в этом обзоре. Они были сделаны этой акварелью. Вообще забавно. То, как она работает, я не заметила ничего такого вот ужасного или плохого. Или где бы она там себя как-то блекла, показала. То, что я бы ожидала от middle сегмента, от бюджета middle сегмента акварели. Она достаточно прикольно себя показывает. Именно в тех техниках, которые я использую. Возможно, она активнее, чем какая-нибудь другая акварель. И я не проверяла именно светостойкость. Но на указанных тюбиках она адекватная. Кроме оперы, соответственно. Она ни у кого и никогда не держится. Сколько бы ей звезд не ставили, ей, скорее всего, справедливее всего всем ставить отсутствие звезд. Вообще, если говорить про отличительные черты этой акварели, хочу подметить, что она удивительно много берется на кисти. То есть она реактивируется очень быстро. И она становится такой мягенькой, глинистой от влаги. И я заметила, что это первый акварель, после которой мне кисти прям надо мыть тщательно с мылом. Потому что вот получается пигмент у нее какой-то гиперактивный. И прям до кончика кисти доходит обратного конца. То есть начало, конец. Ну, поняли. И просто промакивание об салфетку и стаканчик с водой не помогает. Нужно именно мылом очищать все это дело. Возможно, это приведет к быстрому расходу. То есть у меня вот здесь как раз из-за того, что я люблю очень темный, использую для контуров или фоно. Мною полюбился пикок грин. Я его использовала. Тут он вымазан до ямочки такой маленькой. Относительно остальных цветов. Так, возможно, я заговорила. Сейчас мне надо найти подходящий фиолетовый для штанишек моей даме. Так как я буду использовать еще ультрамарин. Я думаю, прийти к этому цвету можно и через красный, а не фиолетоватый какой-то. Лучше всего, конечно, тестовые цветопробы делать. И, возможно, тогда не будет каких-то жестких ошибок. Вообще, довольно быстренький рассказ получился про эту акварель. Каких-то историй, где она супер невероятно крутая или супер невероятно плохая, нет. Она просто хорошая. Какие-то цвета, которых у меня нет, я, похоже, просто могу утащить спокойно свою основную палитру. С другой стороны, у меня в основной палитре на самом деле физически места не хватает. Скорее всего, я буду вот эту вот палитру доставать иногда и использовать некоторые цвета отсюда. Вот, например, мне сейчас нравится, как сочетаются штанишки с ней. Еще забыла кожу в одном месте прокрасить. Надеюсь, сейчас ничего не пострадает. Так, зря начала добавлять. Я вижу, как водой разъезжается больше, чем этого требовалось. Пробую насыщенность добавить. Жестковатая кисть. Есть такая закономерность, что некоторые жесткие кисти начинают слизывать пигменты. Например, у меня есть колонок, который жестче, чем остальные, и я вот замечаю за ним подобное поведение. И теперь за этой кистью тоже это заметила. Надеюсь, смягчить получится без каких-то сильных артефактов. Так как у нее розовые волосы, я их вообще опера буду красить сейчас. А в тень, наверное, буду добавлять циррулиум. Однако я эту оперу очень сильно разбавлю. Есть, конечно, у оперы огромный минус, об этом надо не забывать. Скорее всего, работу, где у вас огромный пласт пространства, выкрашен именно оперой, надо как-то при хорошем освещении фотографировать, потому что сканер не берет флоресцентные цвета. Поэтому у вас он будет либо отсутствовать, либо очень блеком останется. В этом плане я даже вспоминаю, как я пыталась сканировать скетчбук, а набросок у меня там был нарисован выделителем от штабила. Помнится, он очень сильно менял цвет, то есть там, похоже, не вся база была флоресцентная у выделителя. И что-то оставалось. Блин, она уже, уже, уже достаточно приятно выглядит, и мне не хочется добавлять ультрамарин здесь. Я думаю, может затемнить другим цветом. Сейчас я буду смотреть, какой может подойти для затемнения. Кокгрин не сильно выбивается из цвета. Буду его добавлять. Ну, кстати, я еще сейчас заметила такое, что акварель отталкивается от поверхности, где есть волоса, прорисованные карандашом. Какие они там восковые, масляно-восковые у файберов цветные там. Неприятно, конечно. Прям жестко прорабатывать эти места я не хочу. Теперь я буду делать затемнение. Такие веселые черные блики обратные, чтобы штанишки выглядели немножко под велюр кожу. Все такое, у чего довольно веселое выглядит отражение и затемнение. Жалко, внизу уже все достаточно высохло, и край будет грубый. Ну вот, и все. Теперь я буду ждать, когда все слои сейчас высохнут, вся бумага просохнет. Я смогу сверху без нарушений добавить резких теней красных на лице, волосах. Вот. Так, возвращаемся к рисунку. Сейчас я буду добавлять красный оттенок в кожу. Скорее всего, тот, который я уже использовала. Так, буду добавлять тот красный, который был в основании штанишек. Хоть ульфихи и синяя кожа, но кровь, я думаю, у нее будет все-таки обычного классического цвета. Поэтому румянец у нее будет присутствовать красноватый, может быть фиолетоватый. Как бы. Вообще, если вы смотрите на то, какие у меня работы, можно понять, какого размера кисти я люблю. И, собственно, мои фавориты, это вот как раз вот такой формат и размеры кисти. От Рублева это двойка, а от Ван Гога это тоже двойка. Это все клонов. И единичка у меня тоже пользуется. И есть еще что-то потоньше. Но сейчас покажу. Вот такой я пользуюсь редко. Я начал разлохматить, к сожалению. Не фатально, но все равно не приятно. Хочу смягчить, попробую сухой это сделать кистью. Нет, не получилось. Флажноватая нужна для того, чтобы смягчать край. То есть буквально вот две кисти использовать. Если что, как палитру я использую керамическую. Я ее заказывала на Али. Таких форм-факторов я не нашла в местных магазинах. Они все закончились. Я раньше их видела. И все, скорее всего, раскупили. Поэтому рублей за девицу, по-моему, пришлось брать такую вот. Однако я недавно видела, что в красном карандаше, по-моему, были какие-то прикольные палитры. Но я потом через две недели смотрела свою корзину. Этих палитр уже не было. Я периодически в корзину могу некоторые товар-класти. Таким образом наблюдать, когда они закончились. Я вот думаю, размышляя над тем, добавлять ли на фон кое-что. Пробовать в свечении, как на штанах, только через желтые и красные цвета. До этого придется намочить. Я вспомнила, хотела звездочку сделать. Кстати, кисть, которую я использую только для того, чтобы смачивать бумагу. По-моему, больше ни для чего она не подходит. Краску она держит отвратительно. Но, по-моему, цена у нее неприлечная для такой малофункциональной кисти. Ну ладно, хотя, о чем говорить. Флейц, если какой-то типа бренд брать, то он дорогой. Как же хорошо, что можно флейцовую кисть в 70-20 рублей на Алике. Или даже на сотку. Это приятно, конечно. Спору нет. Возможно, я ошибаюсь. Пытаюсь добавить желтый сюда. Ну ничего, випку я схоронила. Сфоткала. Что буду ее показывать, если фон получится дурацкий? Лол, я и забыла, что я оттуда красный добавила в эту кисть. Смотрите. Она настолько не взяла ничего от красного. Я думаю, можно еще успеть спрать это вот такими действиями. Для фона я не хочу добавлять. Наверное, я даже оставлю вот это вот сумпурное нечто. Ой, у меня прям уже ямка просвечивающая появилась в пикок грине. Настолько я его сильно заиспользовала. Вот такой вот неосознанный эффект получился у меня. Сейчас посмотрим, как этот странный сумпурный фон будет в финале выглядеть. Когда уже все высохнет, я буду отрывать скотч. А пока что все тени от пикок грин идут на просушку. Я остановлю камеру. И вот такое вот возвращение к уже высохшей работе. Сейчас я все сниму. Так как это хлопок-малевич скотча от этой бумаги отвратительнейшим образом отходит. Она рахловатая для того, чтобы без дэмэджа для бумаги снять его. Есть, конечно, всякие лайфхайки с феном, но, как правило, я этим не пользуюсь. Бумага хоть и дамажится от скотча, но не срывает весь покров за собой. Кстати, работала я на световом планшете. На нем я переводила набросок. Собственно, вот так он выглядит. Достаточно красивенький получился. Из этого наброска я делала чистовой лайн, чтобы потом в акварели можно было спокойно рисовать. Бумага не подвергалась работе ластика, когда я хотела бы что-то лишнее стереть. Вот так вот. Можете сравнить. Кому-то, наверное, больше понравится набросок. Он выглядит так живенько. Так, и здесь я хочу сказать, что супер классно получился переход цвета на штанишках. Я таким, по-моему, еще не пользовалась. Именно от розового к пикок грин цвету. Да, конечно, на фоне получилось не так удачно, как хотелось бы. Возможно, надо было брать лимонный желтый. Более холодный. Он, кстати, здесь есть. Этот цвет, правда, он с белелыми, но это бы не помешало, я думаю. Учитывая, что вся девушка у меня получилась такая холодненькая, теплый, желтый. Не выглядит так себе. Также этот красный, который я хотела добавить на фон, тоже получился так неудачно. И вот эти вот отрисовки контура звезды тоже играют какую-то свою роль. Добавляют на фон хоть какой-то шум, чтобы все выглядело не чисто беленьким. Это сочетание цветов мне очень сильно понравилось. И думаю, в дальнейшем я вот ей как раз одежду в таких цветах буду стараться красить. В альтернативу темного красного иногда. Вот. И идет. И идет. За счет того, что штаны красные, волосы у нее розовые. Могу показать. Сегодня у меня в комнате довольно влажно. Все-таки лето. И еще перепады температур, дождливая погода. И при этом жарко было. Поэтому эта акварель, она становится мягкой от влажности. Вот я не знаю, как другая моя акварель себя ведет. Она у меня закрыта, конечно. Но я сейчас посмотрю. Ну, Дэнил Смит, Рембрат. Мягковаты, конечно. Но все еще плотными, мне кажется. Да, шминки тоже. Так. Вот холбань размягчилась. Ну да, я так предполагаю. Вот эти вот тоже холбань. Глянцевые достаточно цвета. И здесь индига у меня от ПВЦ. Что я могу сказать? Этот, если что, достаточно жесткий фангук. Что я могу сказать, азиатские краски, даже холбань, вот кроме турки жблю, они мягкие, по-моему, больше жесткие, они от влаги размокают, становятся такими липковатыми. Сейчас я хочу найти и сравнить с Невской палитрой. Слышала, они тоже славятся этим. Она у меня была в контейнере. Закрыта. Следовательно, скорее всего, не намокла, не смягчилась. Ладно, я хочу сказать, ну, бывают иногда некоторые цвета, которые от влаги мягчают. Например, этот шминки, этот зеленый от шминки, я даже не помню, какой это зеленый, но он тоже сыреется, становится тягучим от влаги. И, по-моему, именно этот цвет у меня вообще в последнее время что-то не застывал. Даже не знаю, зимой ли он у меня застывал или нет вообще, в принципе. Так, на примере Pinnux Extre у них есть какие-то цвета мягкие, но в основном они жесткие. Не знаю, интересно кому или нет. Но достаточно много этого красного я использовала. Я еще раз пересмотрю палитру и думаю, этот цвет я тоже буду использовать почаще. Я вот точно сказать не могу. Обычный ли это красный? Вроде нет, необычный. Я вот не уверена, это Crimson Lake. Так, это Crimson Lake, неужели? Так, вот этот цвет, я думаю. Вроде как это вот этот красный на штанишках, и он мне понравился. Вот такой вот апдейт относительно мнения про этот акварель. Честно сказать, я вот не в курсе, как по цене все это отличать и всякое такое. Я вот не знаю, что сказать по поводу, что же лучше выбирать вообще по акварели. Вот такой бюджетный или среднебюджетный. Но я вам говорю уже спойлер по цветам. Акварель красивая, классная. Есть однопигментные цвета. Вот их вы можете покупать отдельно. Так как мне это отправили на обзор, соответственно, мне и предоставили набор потребителю. Как правило, удобнее по одному цвету что-то покупать. И в принципе, я думаю, если заинтересуетесь, можете найти себе какие-то прикольные однопигментные. То есть, по крайней мере, в этом наборе, сколько мне показалось, прям плохих цветов вообще не было из этих 30 цветов. Да, приятно. Честно говоря, если бы меня не прислали, я бы и не пробовала их. Потому что меня бы интересовала больше серия ПВЦ. Но работать ими можно. Достаточно успешно. Хочу напомнить, что у меня есть бусти на него и ВК-донаты. Там я буду выкладывать параллельно. И там, и там одинаковый контент из нового. В ВК-донатах у меня есть еще куча старых постов эксклюзивных, которые я вроде как и не постила больше нигде. Так что по контенту там базы побольше. Но новые сканы все я выкладывала на бусти. Вот. По планам у меня отснять обзоры на скетчбуки. Ну как обзоры, я просто полистаю некоторые скетчбуки, которые я еще не обозревала. Они прикольные. Не знаю, буду ли я делать на них обзоры, но молчаливое листание я планирую выложить. Так как не все работы оттуда я еще и сканировала. Это будет такой вот бонусный процесс. Бонусный контент. Также подписывайтесь на Телеграм. Там я чаще всего пощу всякий контент по части мнения относительно материалов или же каких-то событий относительно моего творчества. Иногда бывает, конечно, мысль по части игр. Для меня это что-то наподобие Твиттера середины десятых. Знаете, раньше я так любила им пользоваться. И сейчас как-то я отвыкла от этого дела. Телега для меня стала приятной штукой. Также напомню, что у меня есть мерч, который можно приобрести. Полный список мерча можно найти в ссылках, в альбомах группы ВК. А также частично он выставлен в товарах ВКонтакте. В планах у меня есть все выложить в товары, но быстрые апдейты я делаю именно в альбом ВК с фотографиями. И там можно найти все описания. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Спасибо за вашу поддержку. И комментарии. Пока. Пока.